Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала Архи С24. В эфире передача о талантливой молодежи Карачаева Черкесской Республики. Поставь мне лайк! Сегодня у нас в гостях молодой композитор, который написал саундтреки к фильмам. А говорю о Рамазане и Базове. Пойдем знакомиться. Всем привет! Меня зовут Рамазан Ибазов, мне 23 года. Я пытаюсь, стараюсь заниматься созданием музыки. Очень люблю музыку, творчество и искусство в целом. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Убираем момент того, что он талантливый и все остальное, то, что я уже говорила. Он человек очень обязательный. Говорю это, опять же, исходя из опыта работы с ним. То есть он очень чуткий в отношении того, чтобы выполнить работу так, чтобы человек, который о ней попросил, был доволен, чтобы все было сделано вовремя, в срок, правильно. И чтобы это, конечно, имело в себе какую-то душу, художественный замысел. В этом отношении с Рамазаном очень легко работать. Он очень приятный сам по себе человек и в общении, и как специалист. Как проходит процесс? Когда ты пишешь саму музыку? По-разному. Но в большинстве своем я пытаюсь найти источник вдохновения. Я ищу в интернете разные саундтреки, пытаюсь их как-то анализировать и создать что-то свое, основываясь... Ну, я беру за фундамент какой-то референс, при этом используя свой музыкальный материал. Так, ты только что сказал про вдохновение. Откуда ты его находишь? Меня вдохновляют люди, близкие. Меня вдохновляют книги, которые я читаю, фильмы, которые, да, смотрю. Разные события из жизни, негативные, позитивные, разные. Есть ли такие композиторы, на которых ты ориентируешься? При создании саундтреков. Да, это в первую очередь, наверное, Джон Уильямс, это Эдуард Артемьев, это Владимир Косма. А, Джо Хи Саиси, японский композитор, который сотрудничал с Хаяо Миядзаки и писал для его работ саундтреки. Таким как «Ведьмина почта», «Унесенные призраками», вот я назвал самые известные. Рамзан, можешь ли ты смотреть фильмы, не обращая внимания на саундтреки, которые есть в нем? Не могу. Я все время анализирую, какой инструментальный состав, какие нюансы, тонкости хотел передать композитор в той или иной сцене. Бывало ли такое, что смотришь фильмы, такой, блин, этот саундтрек сюда точно не подходит? Ну, в большинстве своем к великим известным фильмам написаны уже априори хорошие, качественные саундтреки, гениальные саундтреки. Если я смотрю какой-то малоизвестный фильм, я, опять-таки, конечно, я не на таком уровне, чтобы судить, но, исходя из своего опыта, вижу и талантливые работы какие-то, хорошо сделанные, и слышу моменты, где я бы сделал что-то другое. Опять-таки, это не вопрос в том, чья работа хуже, чья лучше. Тут именно, скорее всего, вопрос вкуса. То есть я бы здесь использовал какие-то другие элементы, приемы, вот, по своему усмотрению. Расскажи о той композиции, которую ты написал, которая запомнилась тебе больше всего. Наверное, это саундтрек к фильму «Один против двух», да, о котором я уже рассказал до «Надежда». А почему? Саундтрек называется «Надежда», потому что, скорее всего, я… Это самая искренняя моя композиция, самый искренний саундтрек. То есть я пытался полностью передать то, что я чувствую, то, как я себе представляю надежду окончания войны. Вот. Я поэтому назвал «Надеждой». А была ли композиция, над которой ты работал очень долго? Ну, я сейчас работаю, но это не саундтрек, это симфоническая легенда «Феникс». Я работаю над этой легендой с осени. Вот. Достаточно объемное произведение требует очень вложения огромного количества энергии, сил. Рамазан, а есть ли у тебя какие-то хобби, увлечения? Да, я в свободное время читаю книги. Также в свободное время я интересуюсь историей, медициной, на любительском уровне, конечно. Люблю изучать истории разных народов и иностранные языки. Ну, в данном случае английский. Я его знаю, так, чуть ниже среднего, но я стараюсь совершенствоваться, вот. Чтобы не забыть, чтобы знания никуда не пропали. Ты сказал, что любишь читать. Какие твои любимые книги? Мои любимые книги? Ну, наверное, можно назвать несколько книг. Скорее всего, это «1984» Оруэлла. Это… Мне очень… Я в прошлом году прочитал полное собрание сочинений Довлатова. Мне очень нравится этот писатель. Его простым языком, то, что его может читать, мне кажется, абсолютно каждый, и, мне кажется, его любой поймет. Также мне нравится Ремарк. Я читал в прошлом году его переписки с Марлен Титрих, где он… Мне кажется, он гений слова, гений языка. Он очень точно, очень вкусно, очень насыщенно передает свои чувства, то, что он к ней чувствовал, и использует разные эпитеты, метафоры так, что это очень интересно читать. И ты полностью можешь окунуться, на самом деле, в это все, и даже, мне кажется, почувствовать то, что он хотел передать. А была ли такая книга, о которой ты вдохновился, написал композицию? Такой книги не было, но, опять-таки, можно рассказать про мюзикл. Я давно хотел написать мюзикл. Из основы мюзикла хочу взять какой-либо из сюжетов из нардского эпоса. Вот. А так, чтобы какая-то книга вдохновила меня на создание музыки, я не могу назвать какой-то конкретный пример. Расскажи, а где ты учишься? Я учусь в Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова на четвертом курсе, на отделении композиции. А где ты до этого учился? Учился в колледже культуры и искусств с 2015 по 2019 год на двух отделениях, на фортепианом и теоретическом. Как тебе учеба в консерватории? Мне очень нравится. Я очень ценю и очень уважаю всех моих педагогов. Также не могу не рассказать о своем лучшем друге, наставнике Евгении Кремневе, который вдохновляет меня писать музыку. Каждый день дает мне какие-то новые знания, вкладывая свою энергию. Я это очень ценю и очень, на самом деле, дорожу им, как педагогам, как другам. Также у нас в консерватории есть книжный клуб «Звуковики» или «Звуковики». По-разному можно читать. Это игра слов. Мы читаем разные книги, обсуждаем. У нас очень теплая, дружная атмосфера. Также недавно, 30 апреля, мы провели в консерватории консерваторник. Мы исполняли разные авторские аранжировки, какие-то папури, авторскую музыку исполняли ребята. Очень талантливые, очень классные ребята. Ты так тепло отзываешься в вашей консерватории. Наверное, там очень интересные, творческие люди. Какие у тебя вообще с ними взаимоотношения? Дружеские. Я их очень уважаю. У нас часто бывают какие-то коллабы. Я часто обращаюсь к ребятам за помощью, чтобы исполнили мою музыку. Ребята очень отзывчивые, добрые, талантливые. Они также тратят свое время, энергию и как-то помогают мне, что я очень ценю на самом деле. Как твоя семья относится к твоему творчеству? Очень положительно. Они поддерживают меня. Мой отец, он закончил музыкальную школу в свое время. Рамазан, а были ли у тебя какие-то концерты, на которых ты показывал зрителям свою музыку? Сольных не было. Были концерты композиторские, где тоже очень талантливые ребята, одаренные, показывали свою музыку в консерватории. И где я тоже, собственно говоря, принимал участие. Также зимой прошла встреча по киномузыке, где я и еще некоторые ребята, мы показали фрагменты из фильмов, которым мы написали саундтреки. Поделились опытом тоже, так скажем, с товарищами. А на сколько часто ты выступаешь? На самом деле, наверное, где-то раз в полгода или раз в два-три месяца какие-то концерты проходят. Знаешь, у каждого человека в его деятельности бывают какие-то казусные неловкие ситуации. Были ли у тебя такие? Неловких ситуаций не было. Опять-таки, когда я работал с режиссерами, были ситуации, когда, по их мнению, я сделал что-то не так, но я пытался что-то исправить. Но мы возвращались к первоначальному варианту. То есть, мне кажется, опять-таки, можно сделать вывод, что при написании саундтреков нужно с черновым вариантом, в который закинули уже мою композицию, как-то пожить. Как-то, да, посмотреть где-то неделю-две и уже делать выводы. Прижилась эта композиция, не прижилась. Когда я учился в колледже, я провел свой первый сольный концерт при поддержке, опять-таки, педагогов, которым низкий поклон, я их очень уважаю. Где я показал какие-то свои наброски, какие-то детские произведения. И второй свой концерт я провел по окончанию колледжа, после четвертого курса. Где, помимо своих произведений, ну, опять-таки, громко сказано произведение, это тоже, вот сейчас я уже смотрю, и для меня это как какие-то черновые работы. Помимо своих произведений, я еще играл программу по специальности, по фортепиано. Ты вот говоришь, что в столь юном возрасте ты уже давал сольные концерты. Это громко сказано, на самом деле. Я и сейчас как-то очень требователен к себе, вот, я далек от идеала, я знаю, что у меня есть куда расти, куда совершенствоваться, вот. Так что это громко сказано, что сольный концерт. Скорее просто была какая-то встреча, где я познакомил ребят со своим творчеством. Ну, это все равно очень круто. Да, спасибо, спасибо. Что для тебя значит музыка? Музыка для меня это язык, скорее всего, язык души, язык чувств. Для каждого музыка это что-то свое. Кто-то пытается математически вычислить, и в этом тоже своя прелесть. Показать музыку именно с помощью каких-то математических расчетов. То есть я знаю даже случай, один композитор, он сохранил все свои поездки на такси и записал номера, собственно говоря, из этих такси, сделал свою систему. Вот, и по этой системе уже как-то создал музыкальные произведения. То есть автоматически как-то вычисленные. Вот, в этом своя прелесть опять-таки. Лично для меня музыка это, как я уже сказал, язык чувств, чтобы как-то показать людям, что я чувствую, рассказать о своих переживаниях. Или же, опять-таки, музыка может повествовать о каких-то событиях. То есть музыка, она либо рассказывает о чувствах для меня, либо повествует. То есть идут какие-то действия. Ты только что сказал, а можно сказать так, в математической музыке были ли у тебя такие похожие ситуации? Да, да. В консерватории в любом случае нас обучают этому. Ну, да, это нужно знать, вот, и надо быть профессионалом, чтобы это уметь. Вот, я пока что в этом не очень хорош, но я пытаюсь развиваться и думаю, что в любом случае это полезно для композитора. Рамазан, а какая у тебя мечта? Моя мечта делать людей вокруг себя счастливыми. Вот, как могу своим творчеством, своими какими-то поступками. Вот, и также моя мечта это постоянно на протяжении жизни развиваться и улучшать себя в чем только можно. Вот, и опять-таки это получается такой круговорот. Вот, то есть это возвращаясь к тому, чтобы делать всех людей счастливыми, развитие себя, мне кажется, саморазвитие, да, это, оно нужно именно для этого, чтобы вызывать у людей улыбку, чтобы как-то их вдохновлять, вот, на какие-то добрые поступки мотивировать. Ты сказал про саморазвитие. Да. В каких сферах ты бы еще хотел развиваться? Наверное, думаю развиваться именно для себя, да, улучшать навыки английского языка. Вот, также хочу выучить свой родной карачаево-балкарский язык. Я его не очень хорошо знаю, только на разговорном уровне. Вот, опять-таки, чтобы прочитать великий роман «Каракюбер», «Черный сундук» в переводе, я не могу, в любом случае, без словаря, не могу читать, мне кажется, это не очень хорошо, вот, но в любом случае, я думаю, что и свой язык выучить, как-то и расширять кругозор максимально, то есть слушать как можно больше музыки. Также я увлекаюсь изучением искусства, вот, мне очень нравится современное искусство. Что такое семья? Семья – это взаимоподдержка и любовь. Что такое любовь? Любовь – это радость. Что такое счастье? Счастье – это радость плюс любовь. Твой девиз по жизни? Мой девиз – улучшать себя и делать счастливыми других. Что можно сделать для достижения своей цели? В первую очередь дисциплинировать себя и каждый день делать какую-то минимальную норму для того, чтобы достичь какой-то определенной цели. Рамазан через 10 лет? Рамазан через 10 лет все еще будет думать, что он далек от совершенства и ему есть куда развиваться. Каким выйти Рамазану через 10 лет? Ну, учитывая то, что на сегодняшний день я знаю его как довольно трудолюбивого и, повторюсь, талантливого человека, я думаю, что через 10 лет это будет человек, который уже в какой-то степени состоится в своем музыкальном стиле. То есть для каждого композитора очень важно сформировать свой собственный стиль. Я думаю, что через 10 лет он у него уже появится. И мы будем уже совершенно точно говорить о нем как о состоявшемся и успешном композиторе. Может, не только композиторе, может, он еще будет чем-то заниматься. Но что он совершенно точно и глубоко будет находиться в сфере культуры, это точно. Мы желаем Рамазану удачи. А если у вас есть свои таланты и достижения, пишите нам. Поставь мне лайк. Субтитры сделал DimaTorzok